всем привет ребят что у нас сегодня обзорчик на очередного интересного героя которого я как-то не знаю завтыкал вам показать уже давным-давно прокачал вчера на стриме решили точнее вы попросили показать вам некраса на максималке 30 прорыв ставки в принципе у него неплохие сам по себе герой хорош то что он себя вроде как отхиливает 42 процента от урона который наносит имеет иммунитет как стану страху забору энергии в общем вот так вот и имеет неуязвимость три с половиной секунды скажем так также имеет быстрый набор энергии снимает бафа чем скажем так он хорош единственное плюс то что он снимает бафа себя он очень быстро убивает из-за атаки поэтому атакующий талант нету смысла я уже об этом не раз говорил есть смысл поставить там весу огненка вот я прокачался живой ради нового эмблемки которую я показал вам уже о чаром доспех хорошо победный опять же так а вот недомогание тоже напала по локации не дают отхиливаться так вот такая вот у нас будет будет сборочка сейчас на тесте поехали давайте в рейде по тестим смотрите ли вы сливает очень быстро то есть смотрите сейчас пить и до сколько фрайка на дамажил но вот благодаря новому талантику он ушел в инвиздом луком ничего нету поэтому даже та же самая огненка она по сути не спасает хотя она плюс 40 процентов дает такой вот вариант он наверное более будет активным для многих локаций потому что игрой есть возможность там еще раз ударить еще раз ударить то есть в этом плане однозначно это будет самый лучший вариант ответе какой урон обратка плита они это не обратка так его дамажит вот опять же сработал недомогание посмотрите лазуля вроде 20 лазуля все равно шатает но ли нули проходят а дальше есть смысл еще поставить выживание как вариант тоже неплохо заходит посмотрите сейчас ускорил саунд ну космо хоть слил вот и все то есть таком плане немножко получше будет чем все остальные сборки а так он хоть и донатный он же стоит копейки честно говоря уже не стоит и гене как мы раньше в этом за 10-20 больших паков тащили потому что в свое время он какие любой донатный новый герой тащил то на сегодня он не настолько актуально хотя его можно использовать многие используют давная сборка со то есть максимальный дав и он может себя неплохо еще показан ну вот видите сейчас он зацепит фрайфа его просто уж это против смотрителя пофиг что она никогда не спасет увеличилась скорость атаки у него минус 500 и минус 500 минус 800 вот вам потом фрейм смотрите черно творит вот что сделаешь тридцатый прорыв максимальная там жизнь то есть у него жизни тоже там прилично ну-ка давайте еще разок затестим я не посмотрел сколько там жизни у него минус 900 890 это где-то плюс 30 процентов ну миллион двести то есть так как она есть что-то казалось бы до миллион двести у героя и все равно это никак его не спасает хорошо давайте попробуем другую сборочку то есть вот этот вариант я не знаю на полу по локации такое себе честно говоря это не сказала что особо круто есть вариант выживания но даже наверное лучше будет и соплю с выживанием будет хоть дольше урон держать в этом возможно больше будет толку давайте попробуем такой вариант с пактом понятно тут сейчас его тоже ушатают но и он должен тоже неплохо считать в миллион двести нормально так зарядили да по ним миллион триста практически это с одной тачки убьет по юнитам по зданиям то есть в основном изначально бьет смотрите вроде и бьет это все печально 245 как-то слабовато поехали в другую локацию подзем очки использовать его на подземках тоже не знаю смысла нет наверное человеку которого есть он тоже есть и другие герои которые реально будут тащить но все равно нам надо посмотреть какой же все таки у него урон будет зональная атака это один из его плюсов миллион выбивает 8 пакт у нас то есть миллион и не более того 3 ляма 3 ляма критон с восьмым пактом на тридцатом прорыве я вам скажу это не так уж и много реально это мало то есть потолок 3 миллиона блин есть герои на тридцатом которые намного проще выдают намного больше вот тут единственный плюс то что у него час очень часто это атака срабатывает плюсом бьет зонально то есть не по одной цели ну а так но смотрите какой у него удар обычный неплохо да вот такого вот планы героя ну здесь понятно будет тащить на 7 пораньше кстати когда-то с ним тоже я помню бегал пробовал на 7 кошмарки бегать тоже кстати очень неплохо получается но это опять же это не тот герой посмотрите как по центру бьет ну вроде и дамажит но и в то же время можно как вариант на добивание на той же самой битве гильдии либо начинать с него сливать здание потом добивать другими героями но прокачка 30 как по мне я данного героя вообще ни о чем никак не улучшился вы скажете если его собрать там на максимальный урон будет там убивать его салют два раза быстрее скажем так так окей поехали дальше поехали развлекаемся немножко на арене находится он фракции бравлера увидите как он на отражалках будет сливаться по башка нас обогнал пробуем против вот точно такой же там третий космо тут вроде вроде и круто это может и затащит затащил поехали дальше дальше его тоже здесь использовали максимальное уклонение как вариант и по нём будет реально сложно попасть но есть куча героев которые тоже самое про и которые рано или поздно его просто ушатает вы ничего с этим сделаете вроде урон вроде как бы и достойный 200 700 то есть вот это единственное что в нем плюс это то что он очень часто получается ультует вот посмотрите 750 и все его просто уже то ли его нет называется блин топовый герой за донат как он уже не топовый все равно донатные то есть вы способом роли на его не получите хотя без доната могут его собрать свободную есть куча вот так вроде считает впервые эволюции сказать что он мера там крутой на сегодня не знаю я его вообще не использую последнее время то есть для меня он просто уже пропал как герой возможно еще в некоторых ситуациях буду используете вот противники используют ну тут он конечно на дамажил конечно жестко смотрите ничего себе еще сейчас его книга подгребет если не домогание кинет вот так вот ребятушки ушатал у ногти к 30 прорыв против обычного героя это конечно небо и земля так мы поехали в экспедиции я вам уже принципе так показал много испытаем его здесь можно его собрать на уклонение поставить слона в принципе как вариант он будет получше но видите дача с ним делают герои первого там ну там фрей только 20 остальные 1 2 прорыв 5 как-то вот 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 так вот печально в общем я бы так сказал вову вову букич ничего себе ну-ка 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 а я я я чуть-чуть не хватило жесткий дабл гимн по моему бугемен в разы круче хоть он и без доната у любой герой который выходит увидите то есть раз-два слили оживился вроде должен сейчас опять то же самое пока сработал скин дальше слился а мы же включились героем на отражалке сливается посмотрите как и ничего не сделаешь есть 30 прорыв для героя же самое что и 10 и 20 скажем так ничего не спасает фрейм и тут не сольем нас выживанию ну то есть как вариант давайте вот сейчас ради интереса еще попробуем такой вариант из наверно попадется слабенький противник и нормально 2 эволюция вот с выживанием как видите он еще держится но только выживание пропало герой слился опять выживание пропадает тут только такой вариант здесь еще он смотрится как-то более-менее но он не убивает то есть его сливают он ничего сделать не может почти до героя без двенадцатых скиллов как по мне паладин это более или бочка и бы на максималке смотрится чем на сегодня опять же все зависит это более командный скажем так герои то есть команде он еще более-менее себя как-то покажет соло уже время его прошло тот же самый ледяха если он первым включится вот сразу же заморозили то есть и все его уже сфили тут конечно он дамажит да у него есть ничего себе чё тут было там со выражаем вот посмотрите вооружает хил дает себе добил красавчик тащит ребята это имба качать в любом случае вам его придется потому что некоторых ситуациях все-таки будет нужен даже на тех же самых по локациях в пачке когда у вас будет там 56 героев смотря какая локация будет реально помогать тоже надо учитывать соло да он нет не настолько имбовый но в пачке на сегодня неплохо себя показывают 9 афина вот такие вот ребятушки пироги ну что в целом можно сказать герой донатной герой уже не дорогой не сильно востребованный не настолько универсальный но в алтаре у вас он должен быть в любом случае потому что рано или поздно в некоторых ситуациях все-таки он привидится на вам поэтому не сильно там надежда на него раньше когда-то на него надежды очень большой были он реально очень протачил битву гильдии многим но на сегодня это это уже не то все пишите комменты лайки репостики всем удачи всем пока